Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Если вы меня смотрите впервые, то каждый понедельник я даю свои сигналы на точные входы в прибыльные сделки. Вот, кстати, на прошлой неделе я давал несколько сигналов, и там, где цена дошла до моего сигнала, до разворотной точки, там она 100% отработала в плюс. Это было 6 сигналов, которые отработали в плюс. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, переходите на мой канал, ссылочка будет в описании, там я каждый понедельник делаю полный обзор. А сейчас посмотрим несколько инструментов, которые я для вас подготовил. Британский фунт, швейцарский франк, находится вот в заточении таких двух линий поддержки и сопротивления, классические линии. Соответственно, если цена пойдет вверх, то можем ожидать разворотную точку в районе цены 1.2404. Если цена пойдет вниз, то будет разворотная точка наверх в районе цены 1.2073. Сейчас вообще я рекомендую рассматривать кроссовые пары, потому что доллар очень сильно волатильен. И вообще рынки волатильные очень сильно в связи с этой политической ситуацией. Поэтому очень сильные движения порой бывают неожиданные. Поэтому лучше рассмотреть кроссовые пары, где нет доллара. Там они более спокойны. Австралиец-канадец движется к линии сопротивления. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим разворот в районе цены 0.9115. Но имейте ввиду, что это таймфрейм 15 минут. Поэтому в ближайшее время скорее всего это случится. То есть евро и иена движутся вниз, но все-таки если увидим движение вверх, здесь сформировалась такая линия сопротивления с широкой зоной достаточно. Но в районе цены 137.923 можем видеть разворотную точку вниз. Ну давайте нефть посмотрим. Также вот широкая консолидация находится. Если пойдем вниз, у нас будет разворотная точка от линии поддержки в районе цены 133. И разворотная точка вниз в районе цены 111.47. Это будет линия сопротивления. Полный обзор с большим количеством сигналов смотрите на моем канале. Ссылка будет в описании. А сейчас давайте посмотрим экономические новости. На этой неделе очень много интересных экономических новостей. Итак, понедельник, вторник в основном праздники. Но вот уже во вторник будет решение по процентной ставке австралийского доллара. И планируется повышение. Поэтому возможно укрепление австралийского доллара. Далее в среду будет речь главы банка Новозеландии. Возможно просто увеличение волатильности. Но это будет рано утром. Далее не забываем, что заявление ФОМС очень волатильная новость. Но оно совпадает с решением по процентной ставке ФРС в 23.00. Поэтому нужно будет обязательно посмотреть эту новость. Будет повышение. Поэтому доллар скорее всего укрепится. В четверг будет решение по процентной ставке британского банка. Тоже повышение. Тоже укрепление. Очень хорошие новости. Ну и наконец-таки нонфарм. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В пятницу в 17.30. Это будет уменьшение количества занятых. Поэтому будет плохая новость для Америки. Вообще-то доллар он в основном укрепляется. Поэтому тут возможно два сценария. Либо это будет сильная техническая коррекция. Потому что доллар долго рос. Он может резко откорректироваться вниз на этой новости. Либо будет наоборот слабенькая коррекция. Потому что слишком сильный восходящий тренд. Тут уже зависит от расстановки сил. Знать мы этого не можем. Но ожидаем все-таки какую-то коррекцию. Кстати, Центробанк недавно провел встречу с брокерами. Операторами цифровых валют и биржами. На которые обсуждали, может ли цифровые валюты и криптовалюты торговаться на биржах. Правда это или нет и к чему они пришли, смотрите на моем канале. Я выпустил по этому поводу отдельный ролик. Также полный обзор по моим сигналам смотрите на канале. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok